Очень много народу приехало из Японии, корреспонденты, фотокорреспонденты. Вообще большая команда, такая, знаете, слаженная, большая и уверенная профессиональная команда. Да. Это говорит о том, что он действительно приехал не просто так, приехал драться за титул и готов оставить все здесь, в ринге. В ринге в ринге в ринге. Ну, как говорят многие тренеры и боксеры, когда встречаются два человека с жестким ударом, первый раунд самый опасный, потому что боксеры еще не вошли в нужный темп, да, в градус боя. Не разогрелись. Не разогрелись, и точный пропущенный удар может действительно нести в себе очень серьезную опасность. Дистанция пытался атаковать Адуард. Вот, ответил Адуард. У Абара такой довольно свободный стиль иногда боксирования, он может и руки даже опустить, но, правда, здесь, я думаю, что вряд ли он будет это очень часто делать. Но, как мы уже отмечали, хорошо держит удар. Неплохо с джебом сейчас достает соперника Эдуард. Абара сказал, что, конечно, он хотел бы провести этот бой дома в Токио, но, в принципе, на него чужой ринг особенно не действует. Вот последний бой он проводил в США и чувствовал себя абсолютно свободно. Перекрыт Эдуард, хорошо, молодец. Опа, неплохо снизу, да? В атаке, в атаке, Трояновский, молодец. До этого видели неплохой апперкот, сейчас через руку достал соперника. Вы знаете, несколько джебов пропустил Японец и пропустил, потому что стоит ровно на одной линии. Шаг назад и голову никуда не убирает, поэтому пропускает удар. И это Эдуард должен заметить. А, ну, бред, и снова попадает Эдуард, посмотрите. Правым через руку. А ведь мы отмечали хорошую работу на ногах, да, японцы? А здесь он действительно по прямой все равно. О, справа! И Эдуард загулял, ребята. Ну, вот и японец себя проил. Это был очень тяжелый удар. Вправо на право. Внимательнее, внимательнее надо быть. Вот где опасно, мы знаем, Абара бьет. Из 16 побед, 15 побед нокаутом. Усыпил немножко, да, бдительность? Очень сильно пропустил Эдуард. Казалось, что у Эдуарда подходит. Самая русская хитрость. Что ж, первый раунд подходит к концу. Да, так напряженно получилось. Победа! 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 Ну что ж, вот то, что мы видели в первом раунде, как бы подтвердило, да, все наши разговоры до боя. Тройновский хорошо начал, провел хорошие несколько ударов. Ну а Абара, как опасно ответил. Во-первых, показал, что умеет держать удар. Левый сбоку чистый пропустил японец, не шелохнулся. И потом в конце ударил все. Такой правый, прямой, длинный, затяжной. И он достал. И видели, как отреагировал на него Эдуард. Да, он почувствовал этот удар. Сейчас главное не зажиматься, не пережигать, боксировать в своей же манере, насколько это возможно. Потому что японец может поймать кураж. Видим, что готов. Попадает хорошо сейчас через руку Эдуард. Попал, попал, попал. Попал, попал. Попал, попал. Попал, попал. Ох, за фанатой вылетает японец, упадает за пределы ринга. Вот это продолжение. Битонцу нужно вернуться. Ну что, он должен вернуться, рефери должен открывать счет. Нет, нельзя, нельзя выскакивать в канаты. Сейчас успевает Абара вернуться в ринг. До счета, да. Но это один из редчайших случаев вообще в боксе. Такое, когда боксер улетает за канатой и успевает вернуться при этом. И продолжает бой. Если я не ошибаюсь, то 30 секунд дается ему. И Троеновский атакует. И в тяжелом положении рефери останавливает бой. И японец заплакал. Вот это развязка. Мы поздравляем Орел. Мы поздравляем Россию. Мы поздравляем Эдуарда Троеновского с великолепной защитой титула. Вторая защита титула. Айдей. Просто замечательно. Если вот мы вернемся к тому эпизоду, да, когда Абара вылетел. Там до этого были хорошие попадания, да. Но когда он выпадал за пределы ринга, все-таки там был больше еще толчок, мне кажется. Поэтому он сумел вернуться. Обычно, когда от удара боксер вылетает туда, между канатами, то уже, конечно, вариантом вернуться в ринг нет. А здесь все-таки был небольшой толчок, но перед этим были сильные удары очень пропущены. И это повлияло. Он вернулся в ринг, но он не был готов полностью на 100% продолжать этот бой. Ну, какая яркая победа, дорогие мои. Айдей. И меня не бойся. Айдей я не спрошу. И меня не попросят. Айдей зал, зал поддерживает. И никто не уходит. А вы знаете, ведь и Тройновский, а в большей степени даже Абара говорил о том, что этот бой не продлится все положенные раунды. Он интервью говорил, что бой обязательно закончится досрочно. Вот еще раз тот момент. Ох, это опасно. Он упал вниз, конечно. Молодцы там люди поймались. И хорошо там не было, да, мониторов каких-то, техники. Да, очень опасно головой, да. Да, мы помним, как Касим Рахман в первом бою с Олегом Маскаевым вылетел как раз там, где были мониторы. И уже остановка боя. Да, вы видите сейчас Абару на своих экранах, друзья. Полное разочарование. Обычно самураи после этого харакири делают. Ну что ж, друзья, зал ликует, продолжается овация. Ну, а Александр Загорский должен все-таки сделать свою работу до конца, объявить победителя и официальный результат этого боя, когда, на какой минуте, на какой секунде. Вот уже пояс несут в ринг, потому что перед боем пояс у боксера, у чемпиона забирают. Первая защита всегда бывает очень волнительная, всегда бывает очень сложная, да, друзья? Но Эдуарду это сегодня удалось просто блестяще. Ну, на самом деле это вторая защита, потому что первая была в реванше с Куэнкой. Ну, это был реванш, это так, как бы продолжение одного действия. Но, тем не менее, да. То есть уже официально вторая защита титула у Эдуарда Трояновского. Трояновского. Да. Абара расстроен страшно. Нет, мы ожидали, конечно, что бой будет ярким, но все-таки, знаете, хотелось, чтобы он, наверное, чуть больше продлился. Было интересно. Было интересно, было опасно. Нет, было очень тревожное, что после того, как Эдуард пропустил вот тот удар в первом раунде. Трама? Единственный удар от соперника, но он был очень чувствительный. И мы сдали, да, мы заволновались, и мы, в общем-то, были в таком непростом состоянии, потому что была ведь тревожная опасность, да, тревога за продолжение боя, за то, как Эдуард будет действовать, но он сделал все блестяще. И, кстати, подтверждаются, если не пусты, то в какой-то мере ваши слова, Григорий, когда вы говорили, что в таких боях в начале один удар очень много может решить. Ну, не первый, но второй раунд, это практически то же самое. Благодарить публику Абаром. Поаплодируем ему мы тоже. Ну что ж, у каждого боксера есть нарезка лучших моментов, и момент с тем, как Абаро вылетает за канат и станет, наверное, особым таким в карьере Эдуарда Прайновского. Ну, завтрашнего дня просмотров в Ютубе будет много, и они будут только увеличиваться. Двадцать пятая победа, двадцать вторая нокаутом, друзья. И два пояса чемпиона ценового Эдуарда.